Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать пижамку. Пижамка у меня есть специальный для этого шаблон. Он хорошо подходит для нижнего белья, купальников, ну и соответственно пижамок с коротенькими шортиками. Мы сейчас его нарисуем на шаблоне, а потом расположим рядышком в цвете для того, чтобы он красиво смотрелся. Поскольку изделие у меня будет симметричное, рисовать я буду одну половинку. Так будет намного проще и для технических эскизов намного более правильно, когда эскиз у нас смотрится с вами симметрично, если он более симметричный. Здесь, смотрите, у меня много линий, которые мне помогают сориентироваться, куда мне нужно прийти, в каком формате, где какой изгиб я могу заложить, где не могу. Это очень-очень удобно. Пижамочка у меня будет свободная. И здесь у меня будет такая вот присборенность. И туда мы еще пришьем небольшую оборочку. Вот, это основа. Для того, чтобы было лучше видно, я сейчас возьму вот так вот, сделаю белую заливочку. И немножечко вот здесь мы сейчас сделаем изгиб линии, потому что я ее нарисовала абсолютно прямой. Естественно, абсолютно прямой она быть не может. И вот эту линию мы немножечко изогнем. Сразу видно, насколько будет немножечко оголяться линия груди, да. Но это сразу все читается на эскизе. Поэтому шаблон это прям must have. Для многих, особенно если вы не дизайнер и вас не учили долго и профессионально рисовать фигуру человека, вам обязательно нужно его использовать, чтобы у вас все было более пропорционально. При этом, если вы рисуете на плюс сайз, то и рисуйте на плюс сайз. Не надо это делать маленькими формами. Так, здесь у меня будет тоненькая лямочка. Прям такая вот тоненькая. И сейчас я вот эту часть приближу, потому что вся основная интересность у меня будет именно в ней. Так, тонкая лямочка. А здесь я сделаю тоненькую обработку кантиком. Вот так. Тоже аккуратненько мы это все делаем. Заливочку убираю. Вот здесь кантик остался. Здесь с этой стороны тоже. Тоже вот так вот сейчас. Это может быть кантик, либо это можно потом отстрочечкой сделать. И приближу вот эту часть, потому что я хочу с ней поработать. Я не просто так ее сделала, такую немножечко пожеванную. Я хочу, чтобы здесь было ощущение, как будто бы пришито поверх. Поэтому вот так нарисую вторую линию. Специально не рисую симметричную. Мне важно, чтобы было ощущение, как будто бы вот оно такое тут все подмятенькое. Именно линеарно я ее нарисую. А вот отсюда у меня пойдет такая чуть-чуть на расширение. Полу такая борочка, сборочка небольшая, которая будет мягко здесь лежать. Дело в том, что я предполагаю, что пижамка у меня будет из тонкого, скорее всего, вискозного трикотажа. Поэтому, естественно, оно все будет лежать мягко. А вот здесь уже, чтобы не рисовать верхний контур, я это все выбираю. Выбираю верх, выбираю эту часть. Сейчас мы их сдвинем, дублируем, чтобы не было проблем окном. Обработка контуров. Вот она. И разгруппировываем. Разгруппировать. Оставляем только две вот эти части. Вот эту тоже можно удалить. Вот она у нас с идеальным контуром тут совпала. Вот так. И теперь буду дорабатывать аккуратненько линии. Смотрите, вот эта линия пойдет аккуратненько сюда вверх. Это тоже пойдет. Она может немножко изгибаться. Это даже придает такой небольшой шарм. Не все линии будут прям прямые. И смотрите, вот эти линии я оставлю более толстенькими. Потому что они такие, как основные. И они будут отражать. При этом не оставим их такими топорными и прямыми. Мы их обработаем. А именно сделаем их 0,75. И сделаем для них не такую. Возможно, вот такую. Вот так будет лучше. Вот. То есть они толстые в тонкую. Переходят более мягенько. А вот здесь у меня будет ощущение, что здесь есть присборенность. Поэтому еще чуть-чуть приближу. И нарисую вот такие вот всякие маленькие штучки, которые будут показывать, что вот здесь у меня немножечко эта история присборена. Поскольку достаточно нежная, можно добавить еще теней в виде пятна, пятновой истории. То есть когда мы объект делаем, можно оставить линеарную. Ну вот таким образом, аккуратненько мы это все прорисовываем, уделяя этому достаточно времени и внимания, чтобы это все было аккуратно. Сначала я опять же рисую более такими линиями жирными. Я практически всегда рисую основу вот с помощью таких линий, которые простые, базовые и у них толщина единичка. А потом уже их корректирую под те линии, которые мне нужны. Вот. То есть этому месту я хочу уделить особое внимание. Оно действительно на всей этой конструкции будет задавать тот тон и то настроение, которое бы мне хотелось. Я сейчас все вместе сгруппирую все эти линии. Они будут 0,25 или 0,5. Сейчас посмотрим. И вот так. Вот. Я думаю, что 0,25 они мне нужны здесь, чтобы они были тоненькие. И добавлю еще немножечко теней, для того, чтобы они мне создавали легкий объемчик. То есть, как понимаете, вот эта вот часть, она является такой вот красотой этого эскиза. Поэтому я на него максимальные акценты делаю. То есть у каждого эскиза есть своя особенность. И часто бывает, что особенностью эскиза является какая-то ткань. Полупрозрачная, бархатная, вилеветовая, может быть, стежка и так далее. И именно отразив особенность этой ткани, иногда это происходит только в цвете. Это сложно отразить, например, в черно-белом эскизе. Тогда мы получаем тот эффект, ту красоту, которую мы хотим. Сейчас я вот здесь наделаю небольших тенюшечек. Они будут очень нежно смотреться. Мы их сделаем полупрозрачными. Будут смотреться прекрасненько. Сейчас вот здесь мы тоже. Не все я привязываю прям напрямую к линиям. Да, что-то рядом делаю, что-то... Нет, они не толстые. Опять же, я сейчас рисую их только контуром. Но они не будут только контуром. Они не будут такие толстенькие. Они сейчас будут только тоненькой-тоненькой заливочкой. Вот, смотрите, я это все сделала. Теперь я их все выбираю. С шифтом выбираю. Так, прям ручками. В каких-то эскизах есть места, на которые нужно потратить время, чтобы сделать эскиз более качественным. Вот мы на это тратим время. Вот они получились. Сгруппировать и делаем им непрозрачность. Вот так. Если мы здесь зальем белым цветом, то мы увидим вот они, эти непрозрачные тенюшечки. Ну, давайте чуть-чуть поярче, чтобы их лучше было видно. И вот такой эффект у нас получился. Теперь, когда мы это все вместе возьмем, сделаем зеркальное отражение. Получится вот такая свободная маечка, которая вот с такой приятной оборочкой. Мы сейчас это сгруппируем, переместим на задний план и оборочку тоже, вот эти оборочки между собой соединим. Пропало, ничего не пропало. Монтаж на задний план. А вот здесь я сейчас немножко руками дорисую, чтобы не было вот этой вот жесткой-жесткой симметрии. Она здесь ни к чему. А именно в оборочках. Поэтому я сейчас одну линию уберу и дорисую. Давайте вот на эту группу, чтобы она в эту группу встала. Да, внутри этой группы дорисую линию. И вот так вот. То есть она даст ощущение, что оно прям не все такое симметричное. Эту мы сделаем на 0,5 и вот такую треугольненькую. А эти мы сделаем на 0,25 и вот такие более плавные. Вот смотрите, я сбила немножечко то, что у нас тут более прямо было. Оно все получилось вот таким образом. Теперь нарисуем шортики. И такой момент, что прям вот сверху рисовать шортики будет неудобно. Поэтому я отодвину то, что мы нарисовали. Кстати, вот я сейчас смотрю и понимаю, что немножко не так пропорция у меня легла. Поэтому я сейчас возьму вот этот фрагмент и подтяну его наверх. Это вот плюс иллюстратора, что вы можете поработать с пропорцией, если вы понимаете, что у вас немножечко не так что-то легло. И это не будет как-то отражаться на эскизе болезненно. Вы можете его просто немножко корректануть поширенее, подлиннее. Таким образом его скорректировав. Даже вот эти штуки я могу немножко опустить. Вот так она у меня будет смотреться. И теперь отодвигаем. Рисуем шортики. У нас с вами все для этого есть. Смотрим, какой они у меня высоты. Ну вот смотрите, получается, у меня они будут спущенные шортики. Здесь вот у меня будет поясочек, который будет на резиночке присборенный. Сейчас мы вот все нарисуем. Давайте сразу единичка. Стоит. Так. И, соответственно, здесь у нас будет мягкий такая вот свобода. И вот сюда вот так вот они будут заходить. И центральный шовчик. Все это мы здесь обозначаем, чтобы все было. Так. И здесь тоже у нас будет эффект такой вот небольшой рюшечки, которую мы рисовали поверху. Здесь вот он тоже вот так у нас будет. Только здесь не будем делать такую же линию пришивания. Здесь сделаем обычную линию. Вот так. Могу ее переложить на задний план. Таким образом она не будет выпирать. Вот. Ну и, естественно, она не может быть такая прям сильно кривая. То есть она будет как-то немножечко варьироваться, но не настолько криво. Поэтому мы ее поправляем. То есть просто показать, что она такая вся мягкая, туда-сюда ездит. Ну и, соответственно, что мы прорабатываем. Мы прорабатываем поясочек. Поясочек у нас получаются такие вот всякие зигзаги. То, что тут у нас много зажимчиков там внутри. Резиночка. Поэтому здесь вот такая вот история. Я взяла инструмент линию, которая полукругленькая. И вот ей рисую. Так побыстрее получается. Ну, можно не торопиться. И так же, как мы с вами рисовали на топике, это тоже все сделать. Что-то тут могут быть двойные. Не обязательно одинаковые должны быть. Вот. Вот таким образом мы нарисовали. На 0,5. И сюда сейчас тенюшек еще тоже добавим. Тени здесь обычно вот такого плана. Они либо снизу выходят. Тоже они должны быть достаточно легкие. Ничего тут такого сильного быть не должно. Я имею в виду по цвету заливки. Они вот тут будут. И не надо их сильно прям выделять. То есть они есть и есть. Да, немножечко ткань присборилась. Да, пошла от нее теневая складочка. И все. Больше ничего не следует особо тут выделять. Мы все это с вами сейчас нарисуем. Так. Так. И вот так. Вот. Теперь все это вместе выбираем. Видите, они толстенькие, их видно. Я иногда беру другой цвет контура. Например, красный цвет контура для теней. Тогда их просто элементарно лучше видно. Какая разница, вы их потом все равно перекрасите. А при рисунке вам не надо приглядываться. Что у вас тень, а что у вас другая часть эскиза какого-то. Ну, опять же, можно по слоям раскладывать. Как больше нравится. Так. Вот так мы с вами обозначаем. Давайте сгруппируем. Ну, почему так странно все ведет. Вот. И добавим прям хорошие непрозрачности. Вот так. Здесь сейчас тоже дадим парочку таких полу... Ну, я бы даже сказала полускладочек, полунамека на то, что здесь какая-то вот такая небольшая история будет. Немножечко оно тут вот будет под поясом себя вот так вести. Чуть-чуть. Прям совсем чуть-чуть. Так. Попали в линию. Так. И вот так. Вот. Теперь все эти линии мы можем выбрать. Тоже сделать их 0,25 по толщине. И тоже вот сгруппировать все это дело. Давайте еще раз. Цвет 0,25. И вот так. И здесь тоже теперь рюшечки мы с вами добавим. Да. То есть вот здесь вот линеарные вот такие истории сюда поставим. в одну сторону, в другую сторону, в одну, в другую. То есть формируем такие полукружочки. Вот. То есть, по сути, это чуть-чуть, чуть-чуть присборенная история. И как раз нам даст такой эффект. Так. Так. Сгруппировать. 0,25. И тоже немножко тенюшек добавим, чтобы было более интересно смотрелось все это дело. Не старайтесь их делать какими-то сильно ажурными, эти тени. Ну и не старайтесь их упрощать. То есть какие-то такие... Посмотрите на реальные, вот найдите фотографию изделия, разложите перед собой изделие, посмотрите, как падают тени. А в зависимости от ткани, конечно же, там все это будет меняться. От освещения ткани. Но какой-то общий принцип вы найдете. Посмотрите, как другие эскизы рисуют. Это тоже очень помогает. Раз меня часто спрашивают по поводу теней. Это элементарная, ну, насмотренность, как это все устроено, да. Вот, мы это все выбрали. Не делайте их сильно яркими, тоже, чтобы они не бросались. Все, сгруппировать, меняем. И непрозрачность, прям такую хорошую непрозрачность серьезную задаем. Я где-то в районе 5-6 обычно задаю. Получилась у нас такая половиночка. Единственное, что мне не нравится, вот эта линия у меня куда-то подлетела некрасиво. Сейчас мы ее, вот, вернем. Выбираем. И сгруппировать. Так, здесь я не буду их сливать, потому что у нас будет центральный шов. Никуда мы без него не денемся. Поэтому мы просто сгруппируем. Вы видите, с низкой посадочкой получились. Если мы будем этот комплектик носить вместе, то его даже видно будет. Видите, он не перекрывает. Могу майку опустить. Могу майку опустить. И тогда она будет... Сейчас, секунду. Перекрывать. Так, все вместе выбираем. Майку могу опустить до уровня перекрывания. Вот так. И здесь, если мы зададим сейчас заливочку, она тогда уйдет назад. Монтаж на задний план. То есть оно друг на друга. Обычно это располагают в рекламных кампаниях. Вот так. Вот так. Если так, то можно сзади еще заднюю часть рисовать. То, что вот здесь как бы на человека одето это одно. А когда на плоскости трусы лежат, вы знаете, что они по-другому выглядят. То есть это тоже надо учитывать. И давайте мы к этому ко всему красоте ко всей добавим заливку. Заливка у меня будет а-ля Victoria's Secret. А именно у меня будет полосочка. Полосочка белая и розовая-розовая. Я бы вот так сказала. Не белая и, а розовая. С розовым. С розовым. Цвет контура отменяем. И вот так вот ее оп. Потоньше. Посмотрим, что видно ее. Да, хорошо видно. Вот этот вот сейчас цвет еще посветлее. Вот так вот. То есть розовая с розовым. Такая девчачья заливочка. Так, берем, выбираем. Розовая с розовым. Да. Да. Так. Да. Поясочек. Да. И здесь. Да. Поскольку такая нежная заливка, в принципе, синий можно и серым оставить. А можно и по-другому. Так что то, что все вот там вот рисовалось, оно как бы и не так принципиально. Да, какого цвета. Вот. И теперь мы можем это красиво все расположить. Ну, например, здесь у нас на эскизике, как это будет смотреться. А вот таким образом мы можем для магазина показать, да. Вот так. Друг на друге. И для того, чтобы создать больше эффект, меня тоже спрашивали, а как вот больше эффект. Вот здесь можно поработать с тенями. Например, мы берем это все вместе. Сгруппировываем. Получается вот такая штука. Мы ее помещаем назад. Все вместе. Просто это, давайте скажем так, для презентации эскизов. Можно делать вот такой более графичный вид, как сейчас есть, да. Когда у нас эскиз четко подчеркнут. Вот смотрите, это первая подача. А вторая подача вот то же самое, что сейчас сделано, только в более мягком виде. Когда мы это все берем. Красоту. И вот этим нашим штучкам задаем эффект размытия по гауссу. Смотрите, насколько будет мягче эффект. Вот. То есть может быть вот такой более мягкий эффект. Может более жесткий. Я просто размыла вот эту подложку. И получила разные вариации. Можете сделать так, можете сделать и не так. Вот такой у нас получился пижамный комплектик. Его, конечно же, можно еще разным всем дополнить. Можно еще тенюшечек сюда добавить при желании. Но база у нас получилась отличной. Которую можно дальше работать. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам. Что бы вам еще хотелось добавить, убавить. И что бы вам еще показать. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.